так ну всем привет еще раз меня зовут татьяна вы на моем канале буду рассказывать сегодня в нашем видео будет рассказ про как рассчитать нам количество петель и сделать реглан по комбинезон чеку светорочку потому что видел не посвято ручку по комбинезон чеку именно крючком и есть расчета как я рассчитываю нету в этом видео я расскажу как именно я каким способом именно я делаю расчеты вот на этом мы не обращаем внимание вот так закрою вот смотрим сюда опять как и при расчете для спиц я возьму те же самые размеры мы будем делать расчеты для крючка для этого что нам нужно естественно измерить нашу шейку у собачки у меня это 26 сантиметров грудку 37 сантиметров вот эта величина у нас она приблизительно такая как бы постоянная 6 7 сантиметров для средних пород собачек ну и длину спинки это вы уже определяете самостоятельно какой вам надо кто-то хочет покороче кто-то хочет подлиннее кто-то хочет комбинезон ну в общем сейчас разговор не об этом разговор о самом начале то есть как рассчитать нам и выйти вот на тот момент вот досюда до грудки вот этот этап ну давайте вот смотрите как это делаю я обхват шея 26 сантиметров беру сантиметр не вот так кладу его и вяжу уберу пряжу тоже которая вот это уже самое начало то есть мы начинаем вязать это не как спицами образец я здесь не вижу я вижу уже вот как бы пряжа которую я хочу я делаю первую петлю вот я ее не затягиваю потому что я ее тоже потом в конце используют и и считаю я набираю любым удобным для вас способом цепочку из воздушных петель и просто их считаю просто единственное что у вас хочу предупредить если вы делаете вот таким обычным способом эту цепочку то потом когда вы захотите здесь надвязать например вверх сделать резиночку а вот цепочка не очень сильно тянется поэтому я предлагаю сделать пластичную цепочку эластичная цепочка у нас вяжется следующим образом сейчас я возьму крючок потолще я взяла крючок потолще 3 с половиной и смотрите что мы делаем опять таки же обычным способом делаем первую петлю принципе можно и затянуть давайте затянем не столь важно делаем 2 воздушные петли 1 и 2 теперь вот в эту в первую петлю вот такой вводим нашу рабочую ниточку провязываем сначала первую половиночку потом вторую и будем мы вязать ведь 1 тут как бы вот так вот затягивается она поменьше петля вот это побольше мы будем вязать в нее это как бы эластичный набор такой резин наборный край тогда будет так получше тянуться и так уже как у поудобнее будет когда вы провяжете много вы уже тогда поймете ведь сначала мы это провязываем потом 2 и опять вот видите уже как получается она более-менее уже так растягивается вот ну опять таки же повторяюсь это как бы моя рекомендация вы смотрите сами но факт остается фактом в чем для начала мы набираем нужное нам количество петель цепочку вот эту я буду набирать 26 сантиметров вот и потом посчитаю и вы точно также набирайте нужное количество петель и считаем сколько петель у нас получается и потом мы с вами встретимся набрала я вот смотрите у меня получилась такая цепочка вот такие эластичные воздушные петли если вам затруднительно или не нравится набирайте обычный только не забывайте немножечко несколько петелек прибавить на свободное такое как по облегание вот смотрите видите вот 26 меня набралось все сантиметр я убираю пока это тоже все убираем и я беру листочек также как его вчерашним нашим кто когда смотрел в общем в предыдущем видео так точно также мы чертим все нужно осознать визуально вот наши рукава здесь в крючком вязание ну по крайней мере моей модели прибавки будут идти с обоих сторон вязание мы вот здесь спицами здесь на впереди на грудке не прибавляли здесь мы будем прибавлять вот и точно также мы по одной петли сразу закладываем на реглан у меня получилось в моей цепочке по 26 сантиметров 34 петли 34 а вы пишите свою цифру если как бы вы вложились в эту цифру то замечательно вот по одной мы уже отложили на реглан значит мы делаем так как и там 34 минус 4 реглан минус 4 до дальше мы будем все минусовать здесь опять-таки же мы возьмем немножко а давайте знаете как 30 осталось 15 половину от 30 мы пока заложим сюда пока мы потом будем что-то добавлять что-то убавлять 4 сюда 4 сюда давайте от 30 минус 15 минус 8 остается 7 вот видите я про что и говорил что нам наверное придется или что-то убавлять или что-то правильность у нас остается 7 всего вот здесь 7 петель я думаю что 4 на рукава нет смысла делать больше такие зачем такие большие как бы рукава вот эти вот как они фонарики получится не то 4 вполне достаточно будет на грудку тогда мы отложим 8 до 8 петель то есть если это будет вот так мы начинать будем отсюда да если у нас начало так 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 то 4 сюда 4 сюда тогда здесь нам нужно будет добавить еще ну чтобы было четное как бы давайте добавим уже чтобы гармония у нас такая была 16 того мы считаем смотрите как я писала и там что у нас получается сейчас мы все посчитаем как мы начинаем если у нас начало здесь мы начинаем вязать 4 вот эти петли плюс линия реглана плюс 4 рукав плюс опять линия реглана спинка у нас 16 опять линия реглана плюс 4 рукав плюс одна линия реглана и 4 перед все вот и вся математика с каждым разом она получается все легче и легче вот опять таки же если вы делаете здесь застежку на грудке не забывайте прибавить что у нас будут нахлёст прибавить здесь ну пусть там два три четыре пусть ну какое-то энное количество петель это планка планка с этой стороны и с той стороны аналогично если вы делаете будете соберете сделать застежку с этой стороны пусть но на спинке на спинке то есть опять таки же начало естественно будет здесь да будете отсюда начала вязать и это будет цикле здесь давайте распишем как по-другому получается у нас половина из наших 16 петель но со спинки мы начинаем это получается 8 плюс линия реглана плюс рукав плюс опять линия реглана здесь у нас перед идет целиком то есть плюс 8 линия реглана рукавчик опять линия реглана и оставшиеся восемь ну и опять таки же планка здесь и планка здесь если застежка вот и все как бы такие скажем сложности вот хотите делайте вот так уберу все-таки ненужности делайте скриншот кому нужно но это пока это пока это то что начало это наше начало а так вот видите опять таки же у нас получается что здесь не 34 уже петли давайте посчитаем сколько давайте вот как вот по нашим тут сколько мы рассчитали с вами 4 плюс 1 плюс 4 плюс 1 плюс 16 плюс 1 4 1 и 4 36 вот видите я же сказала ну здесь тогда две петли я довяжу и ничего страшного или же если вам как-то это принципиально можно по одной петли где-то убрать ну например здесь по 3 сделать и у вас получится ваши 34 ну вдруг вот например да вы разложили посчитали вот так стоять вот вот так положили вот я ложу когда в свободном да у меня получается 25 но когда начну набирать может быть будет 24 так что я думаю две петли сильно погоду не сделают так что вот можете играть и я вот уже здесь переписываю что у меня получилось 36 петель вот я доберу и вот пожалуйста это начало это это вот теперь что касаемо здесь прибавок нужно нам будет сделать когда мы вяжем крючком во первых нужно определиться как мы будем вязать столбиками без накида или столбиками с накидом смотрите столбики с накидом если мы вяжем то мы делаем прибавки прибавки в каждом ряду он так неприятно честно говоря скрипит но по крайней мере его видно ручку не видно если столбики мы вяжем с накидами то прибавки в каждом ряду если мы делаем столбики без накидов то через то через ряд один ряд если мы вяжем по кругу один ряд прибавили один ряд пропускаем один ряд прибавили один warp запускаем если мы вяжем поворотными рядами туда-обратно то точно также один ряд туда например мои лицевой вяжем с прибавками возвращаемся изнаночный ряд никаких прибавок не делаем вот если столбики с накидами то и даже если мы вяжем поворотными рядами туда-обратно то мы и в лицевом и в изнаночном ряду делаем прибавки потому что высота ряда у них разная так вот в общем в общем нам нужно будет сделать здесь я обозначаю это вот так то есть чтобы было понятно что мы из одной петли вот из этой мы делаем три столбика раз два три 4 5 6 6 и 7 и 8 вот так 8 прибавок ну что будет сделать там как бы вот крючком что хорошо как бы спицами конечно не очень удобно крючком когда мы вяжем и в любой момент можем раз накинуть на нашего питомца кошечку собачечку померить кто вяжет на заказ то есть он может померить это расстояние если вы связали например 7 при бабочек вы сделали не важно с накидами или без накидов то есть 7 прибавок это по количеству все равно получится если же с накидом то конечно лучше сделать 6 потому что ну как бы раз два три 4 5 6 вот померите сантиметров есть на сантиметром если у вас получается 67 сантиметров расстояние вот это вот ну вот это вот расстояние она же режется по кругу по кругу сейчас я вам покажу на свитере вот это расстояние вот у меня правда только спицами но принцип один и тот же и неважно вот это расстояние вот это наших как бы перед горловинка вот она видите 7 сантиметров даже если у собачки она 6 сантиметров ну вот у моей 6 я сделала специально 7 потому что ну во первых чтобы одевать удобнее было и чтобы он конечно был свободный посвободнее она как бы естественно лучше не так как у нас у людей на вырост они конечно не так растут все равно пусть будет посвободнее поэтому вот и естественно прибавки мы делаем везде вот на всех регланных линиях вот такую красоту такую елочку я вам нарисовала вот в конечном итоге точно также смотрите у нас здесь давайте рассчитаем что у нас будет 8 прибавок да мы вяжем столбиками без накида и у нас 8 прибавок здесь 8 здесь 8 с этой стороны 8 и здесь у нас 8 на всех со всех сторон у нас получилось 8 мы сейчас рассчитаем сколько же петель у нас окажется уже на группе опять как и я всегда рисую это рукав это рукав обязательно делаем подрез здесь крючком тоже мы делаем подрез а вот эта часть у нас она уходит естественно на грудку вот тут вот поэтому что у нас получится уже на грудке у нас на грудке получается смотрите наши 8 петель правильно же до 8 но если по кругу если мы начали отсюда давайте начнем отсюда давайте где побольше места вот тут наверное или я буду может быть поменьше просто писать так и пойдем до от начала 4 это уйдет точно так же как и спицами эти кромочные кромочные портунте регланной линии они тоже уходят на спинку и на грудку поэтому мы их считаем сюда пишем 4 плюс 1 подрезы пока не знаю сколько сейчас посмотрим сколько на подрезы у нас получится опять я здесь я здесь сверху вам потом напишу сразу опять одна кромочная мы будем играть подрезами в зависимости от того мы сейчас посчитаем выходим ли мы вот на этот объем выйдем или не выйдем на грудку на нашу вот потом у нас идет спинка 16 наши потом этот рукавчик идет у нас заканчиваем этим и вот наши четыре мы пришли в конец вот ну вот смотрите как бы я тут по быстренько он убросала опять мы определяем тут нужно нам определить естественно плотность нашей вязки если в моих 26 сантиметрах которые на горловине я набрала на них 36 петель потом 36 петель а то это выглядит значит следующим образом мы 36 делим на 26 получается 138 там так далее я усреднила пишу 14 вот нам мы выяснили что у нас в одном сантиметре 1 и 4 петли когда целое четыре десятых вот здесь у нас 37 сантиметров 37 сантиметров мы умножаем на одну целую четыре десятых получается там тоже такое число 8 52 петли мне нужно выйти на пятьдесят две петли мы сейчас сейчас мы посмотрим вот я неправильно видите тут написала я здесь ошиблась сейчас я исправлю вот видите я заклеила свою ошибку я увидела ее здесь немножко видите по-другому когда мы вяжем крючком поэтому я предлагаю сразу узнаете сделать такие математические действия то есть нам 4 которые мы начинали довязать распределяли и 8 наших прибавок нам нужно сразу это сложить да у нас получается вот так я вот так напишу 12 да здесь тоже получилось у нас 12 здесь у нас получилось 8 и 8 16 и 16 32 да вот здесь в конечном итоге 32 вот рукава у нас получилось 20 ровно 20 правильно здесь это без подрезов вот так вот эти цифры теперь эти цифры нам нужно будет с вами вот как раз таки эти цифры и нужно сложить вот начиная по кругу мы идем 12 мы же делали прибавки для этого 12 подреза мы еще пока не знаем сколько единица наша это все равно она уйдет сюда помимо прибавок единица это здесь у нас 32 уже получилось правильно же вот теперь опять единица это регланная линия это регланная линия сразу рукав мы уберем и 12 наших вот и вот теперь мы должны посчитать наши итогов 12 и такие крупные час посчитаю 32 и 12 и плюс 460 это перебор это перебор и притом такой явный перебор значит мы убираем две прибавочки и оставляем только 6 раз два три 4 5 6 понятно у нас будет всего 6 прибавок 1 2 3 4 5 6 и нам этого вполне достаточно будет теперь мы пересчитаем с другим количеством прибавок здесь будет 10 здесь будет 10 здесь 6 6 6 6 6 и 6 вот видите какая у нас получается высшая математика но никуда от этого не деться это нужно сделать по крайней мере это нужно сделать один раз а потом это уже потом можно применить метод на глаз но один раз это сделать нужно вот смотрите давайте еще раз пересчитаем да у нас получилось 10 здесь у нас получилось 6 6 12 и 16 28 28 мы пишем здесь 28 и здесь 10 да давайте посмотрим так 10 плюс 28 плюс 10 и плюс 4 вот 52 замечательно все никаких подрезов мы делать не будем но это в моем случае если у вас вдруг вы вышли например там на 48 и вам не хватает или вы хотите грудку в принципе можно сделать грудку чуть-чуть побольше правильно она же должна быть по свободней можно сделать по 2 подрезиков вот здесь то есть по 2 воздушные петли вот здесь и сделать тогда не забывайте эти 4 петли сюда тоже прибавить то есть они у вас вот сюда как раз помните он сказал мы с вами сюда добавим например здесь две петли и здесь две петли и у вас 52 еще четыре петли прибавляется и в итоге у вас получится 56 ну я думаю 4 петли это ничего страшного вот или же опять таки же не делайте эти подрезы не делайте их так тоже можно это тоже как вариант все это уже потом в готовом изделии все будет когда вы уже придете к этому этапу вы посмотрите может быть у вас сильно широко получается или наоборот узко вы вот этими подрезами как раз таки количеством вот этих подрезиков вы можете или расширить вашу грудку или наоборот сузить эту грудку вот сыграть вот этими вот четырьмя может быть шестью там в общем смотрите потому что есть собачки они же тоже как люди они тоже бывают нестандартными у кого-то там грудка широкая такая прям такие коренастые собачки у кого-то наоборот худенькие такие вот у меня очень худенькая собачка и иногда прям мне приходится и тоже каким-то нестандартным решением таким вот или эти увеличивать или уменьшать но в общем вы тоже всему этому научитесь а вот стоит я же говорю стоит сделать это один раз так что вот наши основные цифры это 36 и это 56 я вам показала откуда что берется какие цифры куда а про рукава я вам не сказала видите а здесь у нас теперь получается уже не 20 а 18 естественно было 4 правильно и плюс вот 16 видите вечер мозги не работают 16 у нас получилось 16 на рукавах и не забывайте плюс вот эти два подреза и рукавчик у вас должен получиться плюс 2 получится 18 никогда не забывать против подрезы просто если вы их не делаете вы можете забыть про них но я опять таки же говорю этими подрезами можно играть на ширине вообще на размере грудки соответственно что и здесь у нас будет тоже вот на втором рукавчике 16 плюс 2 это подрезы и того получается 18 вот так вот вот основные как бы откуда какая петелька каждая петелька ничего мы никуда не потеряли ничего у нас не спряталась не убежала вот я надеюсь что я как бы не так сумбурно объяснила а вроде бы как бы все понятно вот просто если единственное что опять-таки же у вас возникнут какие-то вопросы то пожалуйста естественно в любых соц сетях я вам отвечу я всегда отвечаю на любые комментарии на все сообщения вот просто как бы вот я хочу вернуться вот к этому набору когда мы набираем косичкой то нам сразу же с первого ряда приходится уже делать набор вот у меня девочки спрашивают почему у вас прибавок 8 а рядов 7 но потому что сразу же с первого с этой цепочки сразу нужно делать уже прибавки так что вот отвечая на этот вопрос поэтому вот такой набор он уже как бы сразу первый ряд идет уже вот такой полноценный ряд и вы сразу смело уже можете делать сразу прибавочки здесь так что кому понравилось кому понятно девочки обязательно вот такие штучки там внизу ни в коем случае не вниз наверх ставьте пожалуйста я буду очень рада этому кому непонятно тот пишите мне в комментариях конкретно что непонятно еще раз сниму еще раз напишу вот этим кто увидит может быть испугается вот эти как бы каляки-маляки зачерпнуты но я считаю что не главное показать белый красивый листочек аккуратно все где выведено а именно показать с ошибками именно показать расчеты когда как как они делаются откуда берутся эти цифры не просто красиво выведены а именно путем проб и ошибок так что рада вам всем жду вас подписывайтесь будем дальше работать дальше мы вяжем комбинезон спицами